Это видео я хочу записать о русском миропонимании, которое простраивается на всю длину жизни. Сколько её там будет? 50, 60, 70 лет? Ну, сколько в среднем люди живут. И согласитесь, что миропонимание, например, 18-летнего, 25-летнего, 30-летнего, 50-летнего и 70-летнего – это разные вещи. И, кстати, эти круги общения даже не пересекаются. Я только что приехал со встречи с человеком, с которым мы обсуждали семейные расстановки. Ну, есть такой прикладной инструмент, который называется «Давай-ка мы простроим план оперативных мероприятий для того, чтобы гармонизировать отношения в семье». Ну и, в общем-то, вкратце история выглядит так, что дочь, 46 лет, без детей, 40 лет вышла замуж. Отжала у семьи всё недвижимое имущество, перестала общаться со всеми и, в общем-то, живёт по принципу «бабки – это всё». А родственники – это ресурс. Собственно говоря, она начальник, предприниматель и, в общем, заточена под это прибыль любой ценой. Ну, вплоть до того, чтобы пойти по головам. Или, например, вот в Дзене анонимный пост от одного 38-летнего мужчины. Анонимная публикация звучит так. «Мне говорят – заводи семью». Вопрос – зачем? «Мне 38, здоров, выгляжу лет на 30, не курю, в доме порядок, своя квартира, хорошая работа, объездил полмира, с женщинами проблем нет». «Мне говорят – заводи семью, ты прожигаешь свою жизнь». Прожигаешь. Да, не очень грамотный товарищ, 38 лет. «Ты неправильно живёшь». «А как правильно? Посадить себе на шею женщину и её родственников? Зачем мне тратить свои деньги на хотелки жены? Зачем мне решать её проблемы? А при разводе ещё и делить всё то, что я сам заработал? Зачем мне это?» Очень показательный текст, особенно с точки зрения 38 лет. Вообще, такое чувство, что текст этот написал, например, мужчина в возрасте 20-22 лет. Ну, потому что это юношество. То есть, человек в 38 лет ещё не держал на руках собственного ребёнка. Вообще, по некоторым управленческим методикам этот человек считается неполноценным для определённых видов работ. То есть, мы имеем почти 20-летнюю задержку в развитии. При этом, обратите внимание, человек получает. У него нет проблем с женщинами. То есть, у него нет проблем вступить в сексуальную связь без обязательств. То есть, он ничем не обязан, соответственно, он ничего не отдаёт. Ну, как, ей же тоже приятно. При этом человек вообще не понимает об энергообмене между мужчинами и женщинами. Но это бог с ним. Это мало кто понимает. Но мужчина в 38 лет, который полностью освобождён от родовых задач, и даже не понимает, что получать – это рано кончится. Если ты только получаешь и ничего не отдаёшь, и прежде всего роду, то ты быстро кончишься. Тебя род воплотил, он же тебя и уберёт. И вот это отсутствие знаний – это ключевая характеристика, ну, я скажу так, поскольку эксперт в этом вопросе, многих мужских туловищ в возрасте до 40 лет, которые только получают и даже не понимают, в чём смысл его родовой задачи. Вот эта философия «бабки решают всё», она с философией, что бабки далеко не всё решают, она в обычной дискуссии не может сталкиваться, не может вступить в прямое противодействие, потому что не объяснён базовый понятийный аппарат. Я сейчас попытаюсь этот базовый понятийный аппарат объяснить. Вообще, всё, что подсознательно у людей есть, я сейчас вытащу наружу и попробую это всё вербализировать, и даже нарисовать, чтобы был визуальный образ. А вы мне скажете в комментариях, что вы об этом думаете. Хочу сразу предупредить, что там будет местами не очень приятная лексика, но в данном случае это не ради того, чтобы поматериться, а ради того, чтобы заикарить. Многие люди в силу воспитания, образования и общей массовой культуры считают, что человек ограничивается своим телом, ну, то есть тем видимым существом с руками, ногами и головой, которая ходит и исполняет определённые действия на Земле. А на самом деле во всех традициях мира человек – это комплекс, в котором основную энергетическую массовую часть занимает дух. Этот дух имеет природу, родственную электричество, только более тонкую. Он находится в другом пространстве, и он соединён определённым каналом, шлангом с темечком человека. Ну, то есть он берёт и простраивает вот этот вот родовой канал. Сам дух не сам по себе существует в этом пространстве. Вокруг него точно так же взаимодействуют или роятся духи всех родственников. И вот этот рой называется род или рай. Но рай там возникает при определённых условиях, когда то, что на небе взаимодействие всех равноправных членов рода со свободной волей имеет зеркальное отражение на Земле, когда точно так же люди роятся со свободной волей и живут в согласии, как минимум. А кто такие отщепенцы или уёбки? Уёбок или отщепенец от рода – это человек, у которого снесен родовой канал. Казалось бы, ну и что тут такого, снесен и снесен, но дело в том, что в духе, который живёт в роду, прописана главная программа жизни в этом воплощении. То есть там прописана ключевая последовательность событий и ключевые задачи, которые этот человек, то есть сумма духа и тела, должны пройти по Земле, по линии времени жизни. А в тот момент, когда сносится родовой канал, человеку прописывается другой путь. И человек полностью теряет стратегическую цель в жизни, которую он подписывал до рождения. Он начинает исполнять по похотям, по страстям, по стяжательству. Да, он начинает рассуждать, что живём один раз, бабки решают всё, а что мне за это будет и так далее, и так далее, и так далее. И фактически превращается в биоробота. Самое страшное в этой истории, что после смерти человек со снесённым родовым каналом может больше и не воплотиться. Но это очень большой и длинный разговор. В нашем обществе происходит сейчас линия конфликта не по политическому, не по имущественному цензу, а по мировоззренческому. Я вот этим примером, да, и историей про уёбков, я показал, в чём, собственно говоря, водораздел. Кто хозяин на небе и какие самые важные стратегические цели. И все конфликты, они, собственно говоря, строятся на этом. Ну, мне кажется, из этого объяснения понятно, что такое тёмные миры, что такое светлые миры, что такое рот, да, что такое раение, что такое раение наверху и что такое раение на низу. И что такое не иметь детей к сорока годам. Потому что сердце не включается, и ты, собственно говоря, становишься закоренелым уёбком. Я понимаю, что мне сейчас прилетят возражения, что вот, это лексика нехорошая, она там портит ДНК, это всё бред. И я это могу доказать точно так же на пальцах. Но хочу обратить внимание, что в данном случае моя главная задача была заякорить людей, которых условно в оперативных играх называют уёбками или отщепенцами. То есть тех людей, которые сносятся у них родовой канал, сносятся ценностный канал, остаётся только в уровень биоробота, побегать, поесть, размножиться, деньги решают, всё. И они конвертируют энергии своего рода в ту энергию, которую контролируют их хозяева, которые им втемяшились, а родовой канал снесли. И это достаточно печальная история. И я вдруг в какой-то момент понял, что если уёбкам не сказать, что они уёбки, они об этом никогда и не узнают. Напишите в комментариях, что вы думаете про всю эту историю. Хочу сказать, что мы в нашем продюсерском центре начинаем большой проект. Он называется «Киномагия». Это индивидуальная работа с парами, которые хотят восстановить отношения. Отношения расстраиваются, как правило, из-за разного ценностного багажа, из-за разных представлений о том, как это должно быть, из-за отсутствия умалчиваемого договора. Киномагия заключается в том, что люди заново проживают момент знакомства. Это всё происходит во время съёмки романтической комедии, где они играют главную роль. А наши психологи пишут такой сценарий, который позволяет задуматься и внутри кадра, и перед экраном именно об этих самых ценностях. Чтобы люди смогли заново переподписать умалчиваемый договор. Все контакты по этому проекту, по консультациям... Ну, сам проект будет проходить следующим образом. Мы встречаемся, работа в среднем 3-4 дня. Мы встречаемся с одним из заказчиков, как правило, инициатором будет кто-то один, делаем ему глубинное интервью, он рассказывает суть истории, делаем сертификат подарочный для второго участника пары, разрабатываем сценарий, который учитывает пожелания и цели. Снимаем кино, делаем просмотр, и делаем оглашение и программирование. Ну, это уже магия. Собственно говоря, почему называется киномагия? Потому что нужно огласить новый сценарий. Ну, вот такое вот моё сообщение сегодня. Напишите, что вы думаете. Не пишите, что я там матершинник и крамольник. Речь на самом деле в этом ролике была вообще не об этом. Субтитры создавал DimaTorzok